Долги. Как хранить деньги, чтобы приставы их не арестовали? Ни для кого не секрет, что после возбуждения исполнительного производства приставы направляют соответствующие запросы и находят счета должников. При наличии на них средств они списывают в счет долга до копейки. Вновь поступающие средства на эти счета ждет та же участь. Об открытых в банке счетах приставы узнают как при прямом направлении запросов в банке, так и в Федеральную налоговую службу ФНС. Между ФНС и ФССП есть соглашение о порядке взаимодействия Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов. Чтобы избежать взыскания денежных средств со счетов, необходимо вывести их не позднее 4 месяцев с начала просрочки по кредитам. И в первую очередь со счетов Сбербанка. Они арестовываются самыми первыми. Важнейшая аксиома. Не хранить деньги и не получать заработную плату в том банке, где есть проблемный кредит. Иначе 100% поступающих денег могут списываться в счет долга. С выводом вопрос понятен. А что касается зарплатного банка? То его можно сменить в соответствии со статьей 136 Трудового кодекса. Теперь к самому важному вопросу. Как их хранить? Вопрос с наличными очевиден и не требует уточнений. Что же касается оплаты покупок, перемещения их во время отпуска или командировки, можно использовать пластиковые карты Яндекс.Деньги, Киви.Кошелька, мобильных операторов. Карты, которые не привязаны к банковскому счету, просто невозможно арестовать. Ими можно расплачиваться, снимать наличные и быть спокойным за сохранность средств. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в социальной сети. На все вопросы отвечаю по контактам, указанным в моей группе в социальной сети ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok